МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в торжественной обстановке вручены награды 28-ми тагильским металлургам. Лучший бомбардир уральца, мастер атак и судья. На 81-м году жизни скончался ветеран тагильского футбола Евгений Федотов. Губернатор Евгений Куйвышев подписал указ о назначении министром здравоохранения Свердловской области главврача 9-й детской клинической больницы Андрея Карлова. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм. Экс-министр Андрей Цветков назначен советником губернатора по вопросам медицины. Цитата. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базу данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области. Вместо него на этот пост назначен главный врач детской больницы номер 9 Екатеринбурга Андрей Карлов. Я благодарен Андрею Игоревичу Цветкову за работу на посту министра, которая была особенно сложной в период пандемии. Также уверен, что Андрей Александрович Карлов отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства. За сутки в Нижнем Тагиле выявлено еще 17 случаев коронавируса. Всего на 29 июля зарегистрировано уже 1107 человек с диагнозом COVID-19. В регионе больных коронавирусом стало больше на 223. В Свердловской области диагноз лабораторно подтвержден у 20 157 человек. Выздоровели еще 624 человека, а 8 скончались. Руководители религиозных мусульманских организаций Свердловской области приняли решение отказаться от массовых мероприятий в честь праздника Курбан-Байрам, одного из наиболее значимых исламских торжеств. Его отметят 31 июля. Причиной стали рекомендации медиков в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Главы муфтиятов и мухтасибатов призвали правомерных встретить Курбан-Байрам молитвами дома в кругу своей семьи. На Среднем Урале действуют 84 местные религиозные организации мусульман. Насчитывается более 70 культовых сооружений ислама. Минобранауки России опубликовала проект приказа, устанавливающий минимальные баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам для продолжения обучения в 2021-2022 учебном году. Согласно документу, выпускнику для поступления в общеобразовательные организации в предстоящем учебном году достаточно будет набрать 40 баллов по русскому языку и по литературе, 39 баллов по математике, биологии, химии и физике, 45 по обществознанию, 35 по истории, 44 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 30 по иностранному языку. До 12 августа проект будет доступен для общественного обсуждения на портале. Подвижной парк Нижнего Тагила пополнится тремя новыми трамваями. Мэрия объявила аукцион на закупку трех вагонов с низким уровнем пола. Конкурсная документация размещена на электронной площадке единой информационной системы в сфере закупок. Начальная цена контракта чуть менее 112 миллионов рублей. Средства на обновление трамвайного парка предусмотрены в бюджете города на этот год. Конечно, это российский производитель. Мы сейчас не говорим про конкретного производителя, поскольку конкурс – это открытая процедура. Тут может любой производитель аналогичного для трамваев заявляться на конкурс. Но там есть определенные требования. У нас пассажировместимость порядка 180 мест, ну и полностью низкопольный. Помимо этого, технические характеристики трамвая включают откидные рампы с противоскользящим покрытием для посадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями и родителей с детскими колясками. В салоне предусмотрено место для их размещения с устройством для крепления во время движения, кнопки звуковой двусторонней связи с водителем. Также вагоны будут оснащены внутренними и наружными камерами видеонаблюдения и оборудованы шестью USB-разъемами для зарядки телефонов. Аукцион состоится 7 августа. Победитель обязан будет доставить вагоны в течение 90 дней со дня подписания контракта. Перед эксплуатацией нового подвижного состава персонал муниципального предприятия пройдет дополнительное обучение по вождению, техническому обслуживанию и ремонту трамваев. Отметим, что договоренность о поддержке областного правительства в вопросе обновления городского парка электротранспорта была достигнута главой города Владиславом Пинаевым в рамках Международной промышленной выставки Иннопром-2019. Кто, как не хозяин, должен нести ответственность за свою собаку? Согласны ли с этим тезисом, а еще новым предложением депутатов Государственной Думы тагильчане, выяснил Николай Палкин. В Госдуме готовят законопроект об обязательной регистрации собак. То есть россияне смогут бесплатно зарегистрировать своих питомцев и если животное окажется брошенным на улице, хозяин понесет за это ответственность. По мнению депутатов, это должно существенно сократить количество бездомных животных. А что об этом думают тагильчане, сейчас узнаем. Правильно. А почему? Ну потому что, если собаку взял, то должен за ней ухаживать до конца. Да, это правильно. Потому что если ты приобрел себе питомца, ты всегда за него в ответе. В любом случае. Актуально, да? Чтобы у людей был мыслительный процесс, тема того, что завел собаку, нести ответственность до конца за нее? Мне кажется, да. Потому что так уменьшится количество бездомных, но при этом больше мороки, но количество бездомных животных уменьшится. Я думаю, что да. Почему? Ну для того, чтобы собак не убивали. Есть же такое, что на улицах вылавливают собак, даже могут просто народ там, просто вылавливают, потому что там якобы они кого-нибудь загрузут. Вот, но это же не так. И собаки на улице оказываются, они оказываются злыми, и мне жалко, я вообще за животных. Поэтому, мне кажется, да, это правильно. Я считаю, что это правильно, потому что у каждой собаки, у каждого животного должен быть свой дом, забота, уход. Вот, я считаю, что это правильно. В четвертые сутки идут поиски 41-летнего Аркадия Рачевского с заявлением о том, что мужчина, проживающий на Уральском проспекте, ушел из дома и не вернулся. В день пропажи 25 июля в полицию обратилась его мать. Мужчина имеет хроническое заболевание и нуждается в медицинской помощи. Проверка городских больниц результата пока не принесла. Приметы Аркадия Рачевского. Среднее телосложение, рост 165 сантиметров, волосы короткие и темные. При себе был паспорт, мобильного телефона нет. Информацию о пропавшем просят сообщить по номеру 112 либо в дежурную часть отдела полиции номер 20, 97-65-02. А накануне более пяти часов продолжались поиски в лесном массиве в Горноуральском городском округе. В поселке Новоазбест ищут пенсионерку Татьяну Мель. Женщина страдает потерей памяти и может находиться где угодно. Наши корреспонденты приняли участие во втором дне активной поисковой операции. Подробности у Николая Палкина. Напоминаю, в чем одета синяя кофта. Вдруг вы найдете артефакт. Артефакт называется та вещь, которая принадлежит потерявшейся. Поиск пропавшего традиционно начинается с инструктажа. Кроме синей кофты, черно-белые трико и серые балетки. В такой одежде 74-летнюю Татьяну Мель видели в последний раз. Она прогуливалась с дочерью вдоль кромки леса в окрестностях Новоазбеста. Потом женщина отдалилась и будто растворилась в деревьях. В этой делянке, вот с правого края, вот здесь все исхожено. Ну, то есть один человек, видно, ходил туда-сюда, туда-сюда. В поисковой операции участвуют полиция, охотники и более 30 добровольцев поискового отряда «Скорпион». Двигаться приходится медленно. При нахождении фрагментов одежды или следов нужно моментально оповестить об этом всю группу. Из техники использовали квадрокоптер и тепловизор. Поиски сегодня продолжались более пяти часов. Трудности в сегодняшнем поиске – это большая горная местность, плюс болотистые места, густая трава, местами бурелом, что осложняло продвижение. Часто приходилось корректировать курс поиска. Чисто? Чисто? Возвращаемся! Пройдено очень десятки километров, просто очень много задействовали квадрохоптера, задействовали квадроцикл, задействовало много единиц техники, как вы сами видите, очень много пройдено, очень много километров леса и не только леса. Несмотря на многочасовые поиски, операция успехом не увенчалась. Теперь добровольцы и полиция планируют скорректировать план поиска, собрать больше информации и еще раз опросить соседей и родственников Татьяны Мель. Металлургам Евросанта МК вручили награды от профсоюза. В списке 28 человек – все они активисты и работают на предприятии больше 10 лет. За что удостоены медалей Анна Кизилова знает. Все они рядовые металлурги, но их плат в развитие Евросанта МК огромен. Каждый из них трудится на благо комбината, а также активно занимается общественной деятельностью. Например, Галина Шутенко на НТМК почти полвека. На предприятии ведет большую и ответственную работу по улучшению условий труда женщин, управления охраной природной среды и созданию здорового климата на рабочих местах. Сегодня Галина Шутенко удостоена медали почетный ветеран Свердловской области Организации горно-металлургического профсоюза России. Эта награда не только моя, но и моих сотрудников, которые работают в Управлении охраны природной среды. Они стараются постоянно повышать свой уровень по охране труда. И постоянно мы совершенствуемся и стараемся выполнять все требования кардинальные Евросанта МК. Я стараюсь делать достойную эту работу и не подводить ни себя, ни коллектив свой. Награду, но уже другого уровня, получил Денис Хоменко. На комбинате он ведет не менее важную работу. Активно принимает участие в спортивной и общественной деятельности. Стремится к повышению культурного уровня работающей молодежи, ведет пропаганду здорового образа жизни. Организую людей принять участие в спортивных массовых мероприятиях, по спартакеаде, в течение года у нас проходит спартакеада, то есть баскетбол, там различные виды спорта, в течение года лыжи, волейбол, бег, плавание, ну и прочее. И привлекаю людей, я сам участвую в данных мероприятиях. С коллегами проводим тренировки, бегаем. Допустим, вчера пробежал полумарафон 27 километров. Тренируюсь, здоровый жизнью, в моей жизни постоянно, каждый день практически тренировки. За свою общественную работу Денис Хоменко стал одним из 20 сотрудников Евраза НТМК, попавших в галерею почета Горно-металлургического профсоюза России. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться на благо людей, завода и, конечно, семьи. Трудиться на производстве хорошо, не нарушать. Общественной работой заниматься – это спорт, это профсоюзная работа. Предложения давать разные по охране труда, по улучшению профсоюзной работы. Вот эта составляющая приводит к тому, что человек раз в год попадает на доступ в отчет. Церемония награждения прошла в рамках череды торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Металлурга и 80-летнему юбилею Евраз НТМК. В российских библиотеках спрячут от детских глаз литературу с маркировкой 18+. Таков приказ Министерства культуры России. В библиотеках Нижнего Тагила с документом уже ознакомились. В данный момент у меня разрабатывают приказ по учреждению юристов. Мы этот вопрос изучаем. Девочкам, коллегам я дала поручение посмотреть на свои фонды, где нам нужно внести дополнительные изменения, еще усилить эту градацию, которая у нас происходит. Мы рассматриваем и в течение, я надеюсь, месяца-двух мы все это приведем в порядок, переставим, если нужно. Ничего прятать в шкафу и закрывать мы не будем. Во-первых, нет таких шкафов. Закрытых фондов везде существуют просто стеллажи. Крутиру мы обновим, напишем объявление о том, что данную литературу не могут брать лица младше 18 лет. За этим всегда следят библиотекари. Они будут продолжать следить, чтобы не выдавать литературу образом не по возрасту. В центральной городской библиотеке находится более 700 тысяч книг. Из них примерно половина – это детская литература. Однако из-за нового правила под запрет могут попасть в книги школьной программы. Например, Михаила Шолохова «Тихий дон». Его изучают ученики старших классов. Некоторые произведения поэтов Бродского, Есенина и Маяковского сейчас тоже стали совсем не детской литературой. Как будет решаться этот вопрос, пока неизвестно. Мастер-атак, форвард команды «Уралец» 60-х, администратор и судья. Вчера на 81-м году жизни скончался Евгений Федотов, ветеран тагильского футбола. Он посвятил футболу всю свою жизнь. В детстве гонял мяч в сосняке на месте Дворца культуры имени Окунева. Какое-то время играл за «Металлург». В армии за армейцев свердловчан, а с 63-го года почти 8 лет защищал в честь команды «Уралец». По окончании футбольной карьеры тренировал спортсменов в Красноуральске. В 80-м году стал администратором команды «Уралец», где проработал 26 лет. Это скупая официальная информация о ветеране тагильского футбола Евгении Федотове. Вчера, на 81-м году, он ушел из жизни. Ушел из жизни истинный профессионал. Даже посчастливилось мне с ним пересекнуться еще в 65-м далеком году, когда он сам выходил на поле в составе команды «Уралец» с мастеров. А затем, в 70-м году, когда я был приглашен в команду «Уралец», мне пришлось даже несколько игр игр играть с ним, когда он уже свою карьеру игрока заканчивал. Очень хороший был человек, хороший футболист был, хороший друг, хороший товарищ. Очень много своего времени, своих сил, своих способностей он тратил на организацию первенства города по футболу, по судейству, все календари, все назначения судей. Это все было его. Это большая утрата, я считаю. Чем он занимался, я сейчас таких людей пока не вижу. Говорить о Евгении Федотове в прошедшем времени у его коллег по полю получается с большим трудом. Ведь сложно поверить, что его больше нет. Как человек это был профессионал, по крайней мере, он был другом, был братом, был отцом, наставником. Это всегда вовремя, это всегда чисто, это всегда ответственно, повторюсь, относился к своим обязанностям. С ним он представлял целую эпоху футболистов уральского региона. Евгений Владимирович был очень спокойным, уравновешенным человеком, неконфликтным. Постоянно улыбался, очень был активным. То есть, буквально в том году ему справили 80 лет. Он еще сам играл в футбол. В том году он еще даже сам судил мужские соревнования. Поэтому был таким неунывающим, активным. Постоянно где-то ездил с детьми, с внуками. То есть, никогда он не сидел без дела. Прощание с Евгением Федотовым состоится в эту пятницу, 31 июля, в ритуальном зале «Реквием» на Челюскинцев. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Смотрите Тагил ТВ. До свидания.